Субтитры делал DimaTorzok Нередко говорят, что у SCP вообще нет общего сюжета и канона, но это не совсем так. На основном сайте SCP есть такой кусок текста. Идея о том, что канона нет, иногда доходит до абсурда. Она не значит, что его нет совсем. Она значит, что существует несколько канонов, которые соприкасаются, пересекаются и наслаиваются друг на друга. Читатель может сам для себя решить, во что верить и что считать главным во вселенной SCP. Это не значит, что сами авторы не могут этого сделать. Всё создаётся путём взаимодействия читателя и автора. В этом видео я расскажу о трёх канонах из вселенной SCP. Короче, у нас тут большая и многослойная мультивселенная на самом деле, которую пишет куча авторов. Во всех этих вселенных фонд содержит... А нет, не во всех. В каноне под названием «Дезорганизация» фонда вот вообще нет. Как нет, и большинство аномалий, потому что, как мы знаем, большую часть аномалий создал сам фонд. Сюжет этого канона начинается с того, что в некотором параллельном мире ещё малолетнего администратора, таинственного основателя фонда, сбивает насмерть машина. Вот, собственно, и всё. Никакого SCP. Канон, на удивление, небольшой. Всего 10 рассказов. Аномалиями в основном занимается Гог. Пытается уничтожить SCP-076 Авеля, успешно уничтожать некоторых других аномальных людей. Держит у себя в штате Айрис. Рассказы про Гог вызывают у меня, честно говоря, какие-то особые сильные приступы уныния. Так что, что там дальше? В отсутствии фонда по-прежнему существует SCP-087 Лестница. Но работает скорее как ловушка, о чём я уже рассказывал в отдельном разборе этого SCP. С ней пытается что-то сделать отдел необычных происшествий ФБР, но в итоге только теряет людей. Самое интересное, как по мне, происходит у Маршал Картера Дарк, то есть Мкит. В отсутствии фонда эти паранормальные торговцы прибрали к рукам большинство аномалий и продают их за огромные деньги безумным богачам со всего мира. Например, SCP-914 заводной механизм продаётся за 368 миллионов долларов всем желающим. Маршал Картер и Дарк не несёт ответственности за неправильное использование механизма, утрату ценных вещей и любые результаты обработки предметов с его помощью. Результаты обработки в режимах тонко и очень тонко могут быть опасны для здоровья пользователя. Необходимо принимать меры предосторожности для сохранности жизни и здоровья. Маршал Картер и Дарк настоятельно не рекомендуют обрабатывать ранее обработанные предметы живых существ, в том числе и самого пользователя, и останки живых существ. Такое использование механизма лишает гарантии. Также Мкит добрался и до SCP-173 статую, продаёт её, что как бы намекает на то, что всё же не фонд её создал. Забавно, что использована фотография статуи с одной из реальных выставок, где эта статуя присутствовала. Что может служить намёком, возможно, на близость к реальной жизни этого канона? Наверное, ну да ладно. Есть ещё нож, который вызывает полное безразличие к убийствам, совершённым при помощи этого орудия. И несколько других аномалий, связанных с ТВП, которые теперь всё путём. Некоторые аномалии стали общеизвестными. Например, миниатюрный портал в другой мир SCP-1322 «Тот свет» посещают журналисты и политики. В целом, на мой взгляд, это канон с довольно большим потенциалом. Поменьше бы только ГОК и побольше всего остального. Или вот, например, вселенная Звонаря. Обычные истории, связанные с фондом, рассказываются во временном промежутке от конца 19 века до середины 21. Но что же ждёт мир в далёком будущем? Постапокалипсис, конечно же, что же ещё? Вымирание большей части человечества? После некоторого события конца света выжить, конечно же, удалось немногим. И в основном это был персонал фонда. Ведь кто ещё так любит зарываться под землю на своих секретных-то базах? Вышедшие на поверхность после конца света сотрудники фонда вдруг стали новым человечеством, которому предстояло вновь заселить землю. Но что-то пошло не так. Активное использование аномалий, в том числе и обладающих влиянием на разум, сильно повлияло на новое общество. Разные группы во главе с бывшими учёными, агентами и оперативниками быстро потеряли сообщения между собой и стали отдельными племенами, со своими собственными верованиями и укладом жизни. Некоторые одичали, некоторые нет. Большая часть придерживается одной религии, обожествляющей основателей и руководителей фонда прошлого. Кто-то поселился на руинах городов, кто-то кочует в пустошах, кто-то живёт в лесах. Но так или иначе, в безопасных местах, где не слишком много монстров и аномальных явлений, которых вокруг развелось столько, что даже пройти из одного безопасного места в другое может быть крайне сложной задачей. Однако есть люди, знающие тропы, ходящие между городами, собирающие полезные аномальные диковины. Центральный сюжет, рассказов по вселенной Звонаря про одного из таких людей, человека по кличке Звонарь. В ходе своего путешествия Звонарь встречает множество персонажей. Например, отшельника, знающего язык старого мира и способного читать оригинальные документы фонда. Или доктора Манна, который утащил множество объектов и вместо того, чтобы жить среди людей, живёт среди различных аномалий и монстров, например, крабов-хирургов, разбирающих его редких гостей на запчасти. Особенно он гордится тем, что владеет диковиной SCP-212, при помощи которой постоянно изменяет своё тело, превращаясь в гротескного монстра с кучей конечностей и органов. В этом мире также есть SCP-682 «Неуязвимая рептилия», вернее, владека гордыни, который представляет собой соединение SCP-682 и SCP-035 маски, о чём я уже говорил в видео про ящера. Кстати, в этом каноне ящера удалось временно победить, заманив его в один из экстремерных SCP, где он потерялся и так и не смог найти выход. Ну и, конечно же, есть канон русского филиала SCP. Этот канон, кстати, на мой взгляд, один из наиболее цельных. Он состоит из нескольких сюжетных рассказов и объединяет множество объектов русского филиала. Его сюжет начинается с объекта SCP-1001-RU, который представляет собой некое непознаваемое явление, обладающее самостоятельным разумом, видимое проявление которого заключается поначалу только в том, что эта сущность может поглощать материю, так что та пропадает из нашей реальности насовсем. По ходу дела эта штука оказывается намного большим, чем просто дырка в пространстве, о чем повествует 22 рассказа со своими персонажами и единым сюжетом. Действие начинается в зоне 7, вернее зоне 7 по сюжету 2, одна действующая, а другая заброшенная 7D, в результате непонятного инцидента, однако некоторым загадочным образом живущая своей жизнью. История, как, впрочем, и все хорошие истории по SCP, начинается с того, что происходит нарушение условий содержания, и различные сущности и явления разбегаются по зоне и окрестностям. Нарушение вызвано действием сущности SCP-1001-Rule, которая постепенно развивается, смогла понять, как работают охранные системы и сломать их. Начинается гонка, в которой аномалия, способная начать конец света, все больше понимает, как устроен мир вокруг, а людям приходится все больше погружаться в понимание аномальности, чтобы сохранить свой мир. На этой основе люди пишут свои истории и сюжетные линии, согласуя их развитие между собой. Таким образом, получается цельное произведение. В целом, не буду спойлерить, я думаю, этот канон стоит почитать самостоятельно, но он того стоит. Ссылки на все эти каноны я оставлю в описании. Всем пока!